всем привет друзья с вами варчик и в этом видео я с вами буду разбирать бой в котором я не допустил ошибку которую многие в рандоме допускают и это мешает им лишние победы получать а раз мешает получать лишние победы то соответственно в принципе можно считать что эта ошибка очень распространенная понижает процент побед игроков которые допускают ее и для того чтобы вы как можно реже это делали и вообще в принципе обратили внимание на это я в принципе и отложил этот реплей поскольку понял что это нужно вам знать и нужно вам это рассказать бой у нас на танке к 91 там который не совсем ст не совсем pt что там между у него неполноценная башня очень такая вот скорострельная дпм на я пушка с небольшой альфой и хорошее пробитие и что самое у него интересное один параметр который завышен по сравнению с остальными танками скорость полета снаряда 1700 и в начале боя занимая аккуратную позицию и никуда особо не тороплюсь поскольку информации пока что мало в бою нас две арты куча птшек и скорость у моего танка есть поэтому я могу себе позволить занять такую вот казалось бы дурацкую позицию которая вообще как бы ну не не особо просто посередине стал и жду в какой стороне я могу помочь своим союзникам если бы у меня скорости не было то мне нужно было бы в начале боя уже выбрать что-нибудь более конкретное чем просто посреди поля стоять на респе поскольку на медленном танке я буду очень долго менять фланги и мне нужно было бы просто в начале боя посмотреть на сетап на разъезд и сразу уже куда-нибудь ехать а на быстром танке такой как к 91 я в принципе могу себе позволить сначала подождать а потом уже куда-нибудь ехать справа у нас все хорошо союзников очень много и в принципе справа мы можем ехать в атаку а слева дефится я выбираю помогать слева поскольку я очень хорошо наношу и быстро и точно урончик то я становлюсь чуть-чуть вперед для того чтобы дома мне не мешали простреливать и начинаю кемперить по врагам которые решили по внешней такой стороне ехать вперед и охо подставляется под меня очень жестко мои же союзники не сильно могут по ним стрелять поскольку они заняли дефолтные такие от позиции в кустах в лесу и и они не видят их за холмом врагов этих т34 ухо пока эти самые т34 ухо сами на них не вылезут а я отсюда могу стрелять не когда враги вылазит а когда хочу я просто я становлюсь в прострелы между домов и тупо на зажиме стреляю тупо как с автомата а все казалось бы какая-то дурацкая позиция но пользы с нее я тоже могу принести довольно таки много и в любой момент при помощи своей скорости могу поехать туда где могу принести пользу справа мои чуваки поехали в атаку была там почти вся команда и они сдохли об три танка которые стояли от башенок их встречали враги встречали наш союзников и принципе их всех и поубивали но это очень плохо вся команда слилась но я им там особо ничем в атаке и не помог бы я приехал бы на своей кастрюльке задней башенной потыкался помыкался и ничего бы особо не сделал здесь я 2000 по атакующим накидал и в принципе с левого фланга мы сдержали натиск врага то же самое что сделали и враги сделали они то же самое в лесу справа что мы слева вот такой вот принципе бой пока что у нас происходит слева все таки враги решили дожимать дальше и давят вперед хоть мы всех тяжей тут поубивали но и строчки всякие еще живые почему-то они шотные решили лезть вперед в атаку но я здесь продолжаю все прикрывать все стрелять все что светится ну и принципе стою пока что здесь потому что справа враги как стояли от башни там так и стоят мне ехать туда смысла особо нету поскольку в атаке на к 91 против врагов которые стоят от башни в прикрытии по двумя артами плюс еще там сзади может стоять птшка на а7 в хороших кустах про которые я уже в одном из видео говорил с левой стороны я решил дальше дефить все союзники сдохли и сейчас настаёт тот самый момент когда может случиться та самая ошибка которая может привести к поражению казалось бы о какой победе может идти речь осталось всего лишь три союзника врагов еще там полэкрана и принципе остался один я на к 91 и т10 возле меня еще слева пару врагов и справа пару врагов и еще не светился один танк плюс еще две арты а какой победе идет речь как вообще здесь победить все плохо на же зажимают и так сейчас очень важный момент мы находимся на красной линии и большинство бы наверное танкистов чтобы сделали в этом случае они бы остановились там где-то стали в этом углу и стояли бы правильно вот напишите в комментариях чтобы вы делали в этом в этой ситуации вот вы простояли на кемпе весь бой на вас с двух сторон едут враги слева там хомяк и еще там который не светился может ехать тоже слева и справа два танка которые светились на карте но они где-то тоже здесь вас двух сторон зажимают по двумя артами мне кажется в большинстве случаев почти всегда танкисты где-нибудь продолжают сидеть дальше и все у меня фуловый танк и в целом я делаю следующие вещи я выбираю фланг который мне легче атаковать и еду в атаку почему так нужно делать когда уже зажимают с двух сторон если есть возможность всегда едьте в атаку в более простое в более простое направление где более простой фланг для того чтобы не зажаться в одном углу если вы зажимаетесь в одном углу в краю карты где-нибудь в домиках там в кустах под красной линией или так далее в таких вот местах враги вас зажимают с разных сторон вы всегда светитесь плюс вас закидывает арта и с разных прострелов вас убивают и вы ничего не можете сделать если бы я стоял сейчас на красной линии я бы засветился у меня кинула бы две арты разрядил бы хомяк барабан твп барабан птшка бы раз тыкнула я бы уже сдох 100 процентов а так мы проехали вперед продавили один танк сзади приехал второй убили враги уже не вместе то есть своим передвижением по флангу мы разделили врагов они не вместе если вы сильно долго стоите в углу и уже все конец боя вы таким образом даете шанс врагам сконцентрироваться с кооперироваться и играть вместе а если вы выбираете более слабое направление продавливаете его и после того как продавили более слабое направление разворачиваете свои силы в направлении остальных врагов скорее всего это будет деф назад там или что-то типа такого в моем же случае после того как мы продавили фланг я еду сбивать базу здесь мне не повезло и я не попал с вертухи но на нулевой секунде я успел сбить поскольку у к 91 очень быстрая скорострельность то я успел за 5 секунд перезарядиться и еще раз стрельнуть и это принесло мне в принципе победу 5000 урона до того как я поехал в атаку у меня было 1900 там урона там почти 2000 что-то типа такого после того как я продавил фланг и вернулся за дефил базу то у меня уже 5 косарей урона а хп не особо то и убавилось и я вам расскажу по секрету почти все время расклад в боях одинаковый продавливаешь слабое направление и разворачиваешься защищать базу там где было более сложнее враги поддавливают чувствуют что они могут едут вперед и там они уже начинают сыпаться потому что они поехали вперед уже они не в позициях уже не насасывают посреди полей и так далее поэтому почти всегда расклад один и тот же казалось бы враги выигрывают но если выбрать удачное направление там где будет легче вы продавите там где будет легче уже будет преимущество то что вы освободили один фланг разворачиваете свое корыто на деф базы и вы уже работаете дальше только тоже в одно направление поскольку когда вас окружают то это плохо потому что в окружении ваш танк сыпется в 200 раз быстрее но когда вы работаете только в одну сторону вам в тысячу раз легче учтите это с вами был Варчик играйте красиво пока пока